всем привет я уже снял много видео на тему различных классных твиттер клиентов пришло время показать вам еще один очень интересный очень красивый и функциональный твиттер клиент называется он талон имеет вот такой вот значок вот такого бешеного орла также можно увидеть что у него очень высокая оценка в районе 44 звезды также можно увидеть что мои знакомые друзья ставят ему 5 баллов то есть очень одобряют этот твиттер клиент давайте посмотрим что вообще он из себя представляет выглядит он вот в таком вот карточном стиле свежего android обратите внимание что используются все технологии последних наработок android kitkat то есть прозрачный бар прозрачный верхний бар статус вот такая вот анимированная полоска отображается если мотаем вниз то ее не видно если начинаем мотать вверх то он отображает сколько твитов новых не прочитанных обратите внимание что они начинают уменьшаться 12 11 и так далее а также здесь отображает удобную кнопку перемещения на самый последний твит приложение имеет боковое меню наверное я лучше сейчас запущу обучение чтобы это все анимировано показала как и чего она умеет запустить обучение вот смотрите открывайте боковое меню свайпом слева это опять же очень удобно и наглядно следующая функция переключать вкладки свайпом в любую сторону середины экрана это опять же очень удобно это все дотронетесь чтобы начать дотронемся то есть все как вы видите красиво анимировано наглядно то есть вы можете перемещаться свайпом слева направо по вкладкам можете переключаться здесь с помощью боковой менюшки тоже классно и удобно твитер клиент быстрый то есть обратите внимание насколько может быстро мотаться список твитов то все очень быстро этот твитер клиент имеет вот такие вот наглядные большие превью видео либо фотографий там там по нему откроет эту фотографию можно будет использовать зум шаг назад закроет конечно же вот такие вот крупные превью картинок и видео гораздо более удобны чем те на на картинке которые используют известный нам твитер клиент твитбот это для операционной системы и ос как вы видите все картинки наглядные что-то не видно можно увеличить шагнуть назад и продолжить чтение лент давайте посмотрим что он делает если мы нажмем на превью youtube опять же в таком вот окошке начинается проигрываться youtube опять же думаю что можно перейти при желании само приложение ютуба и наверное настройках можно настроить чтобы при нажатии на превью он сразу же открывал youtube ролик самому приложение давайте посмотрим какие темы имеются здесь настройки опять же все разнесены по столбикам синхронизация лента темы уведомления и дополнительно также здесь есть поддержка различные факи различные видео на ю тубе сообщества в google плюс и прочие моменты ну и здесь рекомендованный разработчикам различные сторонние приложения и так темы здесь есть на данный момент три темы светлое темное и черное черная она похожа но вот такая вот более темная используется настоящий черный цвет то есть возможно на каких-то малет экранах это будет выглядеть еще более эффектно следующая тема это светлая но это для тех кто любит такого светлое отображение обратите внимание на верхний бар мотаю вниз он показывает статус черным цветом и верхнюю строчку начинаем мотать вниз все это дело прячется отползает и открывается на весь экран наш twitter клиент работает как вы видите все плавненько все удобно здесь будут отображаться все отклики написание нового цвета вот в таком окошке сейчас я переключусь на привычную мне клавиатуру свайп ну здесь все понятно нажимаем на три точки можем вводить добавлять картинки к цвету местоположение и искать своих друзей попробуем автоподстановку ников допустим я хочу ввести вот такой вот вот все опять же автоподстановка ников тоже удобно реализована еще раз попробуем какой-нибудь ник обратите внимание что здесь опять же можно скролить и выбрать нужный поиск здесь тоже все удобно никнейм или слово отображается значок голосового набора посмотрим что у нас слева наша фоновая картинка отображается аватарка можно таким вот образом открыть почитать то что человек написал кратко о себе здесь опять же можно не только вот таким вот свайпом перемещаться по вкладкам что уже очень удобно а также можно переключаться вот таким образом не знаю насколько это удобно на мой взгляд переключаться свайпом гораздо более удобно здесь есть еще такая вкладка которая будет отображать нам твиты только со ссылками вместе а здесь вкладка которая отображает нам твиты только с картинками то есть и никаких более надеюсь что все вот это вот эти вот две ненужные вкладки мне можно будет отключить настройках здесь есть еще одна такая вот киллер фишка избранные пользователи нажав сюда вы сможете обращаться к тем людям которых сохраните сюда рекомендую вам использовать эту вкладочку для того чтобы сохранять там своих самых ближайших друзей теперь каким образом добавлять его туда вот друзей в избранный пользователь вот обратите внимание что я нажал на три три точки и здесь есть добавить в избранное смотрим теперь избранных пользователей и видим что здесь отображается нужный нам человек отсюда сразу мы можем отправить сообщение увидеть его твиты и опять же сразу же на эти твиты ответить также здесь отображается сверху кнопочка написать человеку то есть все реализовано очень удобно и по уму здесь вы будете видеть ретвиты то есть все ваши сообщения и сколько раз люди ретвитнули то или иное сообщение тоже опять же очень удобно для какой-то самоаналитики здесь можно увидеть избранное ваше избранное то есть те твиты которые вы добавили туда я обычно использую избранное чтобы сохранять какие-то очень важные полезные твиты или же те твиты которые я хочу посмотреть дома когда будет время которое например содержит какое-то видео или содержит какие-то ссылки на статьи и прочий момент также можете использовать списки я ими не пользуюсь поэтому у меня их нет списки это опять же набор определенных пользователей вы можете там добавить несколько человек которые пишут что-то интересное про IT или что-то которые пишут только о новостях и прочий момент и в зависимости от настроения заходить в списки и переключаться между ними то есть хотите вы сейчас почитать только новости заходите в список новостей и читаете новости тренды это то что происходит что-то важное сейчас местные тренды мировые то есть здесь по этим трендам вы можете увидеть о том что на сегодняшний момент тревожит людей что их беспокоит или что их радует и почитать обсуждение на эту тему еще не все я вам показал что будет происходить если мы будем нажимать на какой-то твит обратите внимание интересная возможность я это дело не люблю поэтому надо сразу отключить этот встроенный браузер потому что все отображается мелко и не полноценно поэтому сразу же я отключу использовать встроенный браузер и допустим интересная опять же функция если в твите содержится ссылка то нажав на нее а кстати эта настройка относится только к встроенному браузеру если включен встроенный браузер то нажав на тот твит сразу как вы видели открылась статья в маленьком окошке но не скажу что это удобно вот такой вот отдельный обычный браузер использовать гораздо более удобно и можно под себя настроить в настройках браузера размер текста здесь опять же сразу же снизу отображается возможность ответить человеку на твит которого вы нажали три точки добавить пользователя добавить картинку сделать фото или прикрепить изображение давайте попробуем прикрепить насколько это все будет наглядно выглядеть допустим вот эту картинку но опять же красиво отображается все удобно также я уверен что можно в настройках этого твиттер клиента использовать еще вот такие моменты то есть короткий длинный тап вот таким вот образом выдвигать некоторые кнопки добавить вызбранное ретвитнуть опять же очень легко добавить вызбранное убрать оттуда сделать ретвит так давайте попробую найти какое-то интересное сообщение чтобы мой народ сильно не напугался и попробуем насколько удобно реализован ретвит допустим вот так ретвит выполнен конечно же мне больше нравится когда нажав на ретвит выдается вопрос сделать ретвит без изменений или же процитировать его процитировать его добавив какое-то свое собственное сообщение ну вот здесь через три точки мы получим возможность цитировать на мой взгляд это не очень удобно но с другой стороны к этому тоже можно привыкнуть особых неудобств это не создаст вот кстати отображаются отклики я так понял выдвинув быстро вот эту вот боковую панельку можно будет видеть упоминание то есть когда люди упоминают вас вот таким образом перейти упоминание это конечно же непонятная фишка зачем она нужна эта боковая панелька когда я и так могу таким вот образом перейти в упоминание вот по-быстрому я вам показал как выглядит ответ на твит еще интересная штука вот отсюда из шторки можно запускать твиттер клиент если вы допустим не хотите отдельную иконку держать на рабочем столе то можно таким вот образом быстро и довольно удобно запустить твиттер клиент надеюсь это можно будет отключать в настройках потому что мне более удобно использовать для запуска иконку на рабочем столе а лишняя занятая область шторки мне ни к чему давайте еще раз я зайду в настройки посмотрим что еще интересного там есть синхронизация настройки уведомлений а вот кстати отключение вот это вот отображение теперь она уберется когда я выйду отсюда вот как видите эта фишка уже отключилась к моей великой радости здесь можно регулировать размер шрифта если вам кажется что у меня отображается такими вот огромными буквами то это всего на всего мой вкус у вас он может отображаться любыми хоть нано буквами хоть огромными то есть здесь все по усмотрению здесь как вы видите все настройки на русском языке все удобно посмотрим что интересного здесь есть опять же функция стриминга может быть использована это когда загружаются разрывы в ленте произошедшие из-за плохого соединения при включенном талант пул то есть если вот эта вот фишка будет гореть в шторке то он будет автоматически подгружать по мере того как вы приближаетесь к концу будет подгружать новые твиты очень удобная штука пускай тогда эта фишка будет висеть нажмите сюда чтобы узнать больше обратите внимание что программист реализовал вот такие вот удобные подсказки правда они здесь на английском языке и тем кто его не знает ни о чем подсказать не смогут число загружаемых твитов можно регулировать ну давайте поставим 400 пускай будет синхронизировать данные о друзьях при написании твита уведомления кстати еще здесь есть интересная фишка обратите внимание можно выставить после какого времени уведомления уже не будут приходить вам от твиттер клиента от этого то есть наступает какое-то время покоя например вы ложитесь спать или просто не хотите в это время уже пользоваться твиттером вы здесь можете задать то самое ночное время не беспокоить я как человек ночной и как человек мало вообще спящий я эту функцию сниму здесь можно настроить типы оповещений вибрация лет индикатор включать экран и звук я опять же все это дело поснимаю потому что я читаю твиттер буквально как газету то есть когда есть свободное время я его читаю когда я чем-то занят он меня совершенно не отвлекает и это меня полностью устраивает основные уведомления ленту я уберу упоминание тоже оставлю только сообщение уведомления откликов ретвиты новые читатели ваши твиты добавлены в избранное ну пока пускай будет если будет надоедать я это опять же подключаю избранные пользователи галочка значит ее можно отключить и интересная функция взаимодействия этого приложения талон с часами пебл у кого они есть возможно это будет им полезно ну здесь настройки браузера я вам показывал как это все открылось в том маленьком окошке я это сразу же всегда отключаю здесь можно включить эмоции давайте посмотрим как это будет выглядеть хочет загружать еще одно приложение эмоции нет мне это не надо поэтому я эту галочку сниму по сути уже все клавиатуры начали использовать возможность добавления вот этих самых эмоций поэтому эта функция мне совершенно ни к чему использовать окна открывать профили и твиты во всплывающих окнах поверх ленты ну-ка давайте попробуем отключить и посмотрим как теперь это все будет реализовано вот мне когда все это дело открывается в полный экран нравится гораздо больше обратите внимание это гораздо более наглядно и удобно нежели в каком-то отдельном окошке поэтому естественно я с радостью эту функцию выключим посмотрим что происходит с картинкой а вот картинки удобно когда они открываются поверх ленты и это все осталось как и было опять же все классно продолжим наше изыскание вставка хештегов опять же интересная функция если кто-то написал твит с какими-то хештегами то есть теми словами по которым обычно осуществляется поиск то при ответе те самые хештеги автоматически будут добавлены в конце нашего твита то есть в конце нашего ответа тоже опять же очень удобно если вам не надо можете эту галочку снять лимит ленты здесь можно задать количество твитов лимит упоминаний сообщений настройки кэша но здесь в принципе лазить ни к чему можно сделать бэкап настройки и восстановить настройки но вот в принципе все такие вот основные функции и настройки я вам показал функции как вы видите очень многое то есть вы сможете настроить этот твиттер клиент полностью под себя любимого чтобы все происходило именно так как вам нравится все было красиво удобно кстати вот эту вот выезжающую полоску при желании тоже можно будет отключить если вдруг она вас раздражать будет ну меня не раздражает в принципе очень удобно с помощью нее там перемещаться смотреть количество новых твитов поэтому пусть будет хочется еще отметить что программист буквально через каждые 2-3 дня выпускает обновление которое несет в себе не только устранение каких-то багов но и какие-то добавленные новые функции единственное что меня на данный момент не очень радует это как реализованы ответы обратите внимание что на некоторых твиттер клиентах когда я нажимаю на твит допустим вот сюда то здесь снизу автоматически подгружаются ответы я могу сразу вот так вот свайпнув вверх начать читать их здесь же чтобы почитать ответы нам нужно переместиться вот сюда а если вы хотите посмотреть еще какие-то предыдущие твиты то нужно сделать аж целых два свайпа это честно скажу не очень удобно обратите внимание как реализовано в твиттер клиенте твитов обзор этого твиттер клиента опять же я делал уже довольно давно давайте посмотрим как здесь реализованы ответы обратите внимание что они загрузились снизу то есть нам не нужно никуда свайпать я сразу приподнял почитал посмотрел и шагнул назад это гораздо удобнее ну вот в принципе и все напомню что мой твиттер если вдруг вы захотите общаться будет отображаться всегда вот здесь вот в нижнем левом углу во всех роликах поэтому если вдруг у вас возникло желание попереписываться со мной в твиттере почитать то что я в нем пишу то добро пожаловать всем спасибо за внимание пока пока пока